Что больше всего любят люди? Природа, красота, архитектура? Нет. Как бы кто ни скрывал, но все любят сплетни и интриги. Когда можно кого-то обсудить, оценить чужие слова или действия. Именно поэтому сегодняшним выпуском вы насладитесь вдоволь. Ведь он будет построен на интригах, фактах и скандалах в мире моды. Хотите узнать, почему Зара была всеми ненавистна? Или по какой причине Kanye West лишился 1 миллиарда долларов? Тогда смотрите выпуск до конца, ну а я, Маргарита Язуфович, расскажу все, что знаю и даже больше. Начнем, пожалуй, со скандала Зара. Все мы так любим этот масс-маркет. Их рекламные постеры и фотосессии новых коллекций всегда необычные и довольно интересные. Но вот одна фотосессия вызвала всеобщее негодование. А все произошло в момент, когда Зара выпустила рекламную кампанию The Jacket, которая снялась Кристин Макминами. Все дело в сет-дизайне кампейна, команда Зара решила завернуть манекены в пакеты и обклеить их скотчи, сделав оммаж на незаконченные скульптуры в мастерской. Правда, результат выглядел несколько иначе. Можете себе представить, как? Многие пользователи сети посчитали, что гигант масс-маркета насмехается над смертью во время конфликта между Израилем и Хамас. После чего масс-маркет начали презирать за такое неуважение к трагедии. Но команда Зара сразу же после негативных комментариев выступила с заявлением, выложив пост в Инстаграм. В нем было написано. Кампейн был задуман в июле и отснят в сентябре. Зара сожалеет об этом недоразумении, подтверждает глубокое уважение ко всем. Да, этому можно верить, ведь, я думаю, ни один гигант в сфере моды не решился бы так напрямую выражаться о происходящем, чтобы не потерять своих покупателей. А теперь поговорим про H&M. Всеми любимый когда-то бренд с прикольными принтами на майках и толстовках. Они выпустили детскую толстовку с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» и сфотографировали ее на модели с темным цветом кожи. Не знаю, что они этим хотели сказать, было ли это запланированный ход в адрес афроамериканцев или же просто нелепая случайность. Но как получилось, так получилось. Свои негодования все начали выражать и публиковать в соцетях. Выпускались целые посты о некультурном бренде, что он несет и какие последствия его ждут. И их долго ждать не пришлось. Ведь это привело к протестам ЮАР, программ и закрытию нескольких магазинов, Азовикенд – расторг с брендом контракт, работая вместе больше пяти лет. Вот так задумка дизайнера стала огромной проблемой всего бренда. Так что будьте осторожны с тем, что вы говорите и делаете. Иногда самая незначительная, на ваш взгляд, вещь может привести к серьезным последствиям. И с такой же проблемой столкнулся более масштабный бренд Gucci. Только они успели все загладить и не получили плохие отзывы. А вот какая у них была история. Итальянский бренд выпустил черный свитер с высоким воротом и рисунком в виде губ, в котором пользователи со сетей увидели сходство с блэкфейсом, то есть карикатурным изображением темнокожего человека. И креативный директор Gucci Александра Микелли и генеральный директор Марко Бизари принесли извинения. А еще бренд затеял несколько благотворительных инициатив по борьбе с расизмом, чтобы сгладить репутационный ущерб своего невежества. За блэкфейс в свое время досталась даже Prada, которые выпустили аксессуары с фигурками обезьянок с большими красными губами. Бренд довольно оперативно снял коллекцию с продажи и принес свои извинения. Хотя до серьезных обвинений и волны ненависти в соцсетях дело не дошло. Ну а теперь от брендов перейдем к личностям, а именно ко всеми известному рэперу Канью Уэсту. О провокации Канью Уэста можно сложить не одну легенду. И раньше ему все сходило с рук, но теперь, похоже, рэпер действительно переступил черту. Он слишком сильно поверил в себя и в то, что аудитория его полюбит любым, что бы он не вытворял. Но не тут-то было. На парижской неделе моду в 2022 году он выпустил футболку с надписью White Lives Matter, что переводится «Жизнь белых имеет значение». Он заявил о том, что движение Black Lives Matter было профанацией. Также Канью опубликовал несколько постов с оскорбительными заявлениями в адрес евреев. Этого не потерпели ни соцсети, аккаунты музыканта заблокировали. Ни банки, ни бренды, с которыми Уэст сотрудничал. Так что музыкант потерял не один миллион долларов. Первыми от Канью отвернулся бренд Balenciaga. Сначала просто убрали совместную коллекцию сайта, а потом сделали официальное заявление, пусть и довольно лаконичное. У Balenciaga больше нет никаких взаимодействий и никаких планов на будущие проекты, связанных с этим артистом. Следом высказались и Adidas, уже резко осудив высказанное рэпером. Теперь компания больше не будет выпускать продукцию под брендом Изи. Многие ее любили именно в коллаборации с Канью, потому что это были неординарные модели, но все права и патенты на эти кроссовки принадлежат теперь исключительно Adidas. Гэп, с которым Уэст сам прекратил долгосрочное сотрудничество, еще пару месяцев назад теперь изъяли из продажи все созданные в коллаборации вещи и прекратили работу с сайтом, на котором продавалась совместная линейка Изи Гэп. Сникер-ретейлер Food Locker прекратил продавать кроссовки Изи, а ресейл-платформа The Real Real принимать их для перепродажи. Главным редактором американского ВОК Анну Вентур заявила, что на страницах журнала Канни больше никогда не появится. Из-за потерь контракта Уэст перестал быть миллиардером. Все с его состоянием оценивается в 40 миллионов долларов, хотя до этого приблизительно было 2 миллиарда долларов. И помимо денег он перестал бывать где-либо, о нем просто забыли и не желают его вспоминать. Ну а мы переходим к следующему скандалу в мире моды. Удивительно, что такое происшествие как в Скане могло произойти после всемирного скандала дизайнера Диор Джонни Гальяна. Я уверена, что все, но хоть раз слыши эту фамилию и не только с позитивной стороны. Но вот самый интересный скандал, который произошел с ним, а точнее из-за него. Это все произошло в далеком 2011 году. Именно тогда Джонни лишился места креативного директора Диор и был надолго ненавистен многим за свои слова. Вы спросите, что же он такого говорил, что из-за этого его уволили? Я скажу больше. Его не только уволили. Он проходил реабилитацию от своих зависимостей. А все потому, что Гальяна отдыхал в одном из парижских кафе и в нетрезвом состоянии начал хамить соседям по столику, оскорблять их и признаваться в любви к Гитлеру. Дошло даже до обмена пощечинами. Поведение дизайнера попало на видео, которое опубликовали в сети. И модному дому Кристиан Диор ничего не оставалось, кроме как расторгнуть контракт с, безусловно, талантливым, но таким скандальным мастером своего дела Гальяна. Ну и, как говорила я ранее, ему потребовалось несколько лет и прохождение лечения от своих зависимостей, чтобы Гальяна смог вернуться в модную индустрию и продолжать заниматься тем, что ему нравится. И уже в 2015 году он занял пост креативного директора Мажон Маржела и руководит брендом до сих пор. И, конечно, он принес извинения за свои действия. Стоит упомянуть и про случайные оскорбления в мире моды. Их, поверьте, немало. Просить прощения из-за неуважения, пусть и непреднамеренного, пришлось даже Карлу Лагерфельду в 1994 году. Тогда в кутюрной коллекции Шанель появилось платье с арабской вязью. Многие его видели и, как Карл, не придавали значения тому, что на нем написано. А ведь дизайнер думал, что наносит на ткань строчки из любовной поэзии. А они оказались цитатами из Хорана, что является неуважительно по отношению к религии ислама. После извинений перед всей исламской общественностью и уничтожением противоречивых платьев, Лагерфель подходил к поиску вдохновления более внимательным, чтобы больше не возникло таких казусов. И скажу так, у него это получилось. В видосмерти он делал потрясающие коллекции, которые ни у кого не вызывали негативные эмоции. Также модным домам и дизайнерам нужно вовремя реагировать, чтобы не попасть в просаг. Правда, не всем это удается. Так Вирджилу Абло пришлось срочно снимать с продажи всю коллекцию Луи Виттон, посвященную Майклу Джексону, после выхода скандального документального фильма «Покидая Неверленд». Еще одна история, но уже с Диормен, которая пришлась отказаться от сотрудничества с Трэвисом Скоттом после давки на фестивале Asteworld, на котором он выступал. На этом с интригами, сплетнями и скандалами мы закончили. А чтобы узнать подробности интересного и нового в мире моды, подписывайтесь на канал «Минская правда» и до скорого!